Здравствуйте, с вами Кирилл Тен, юрист компании Роско. Недействительность РВП может дорого стоить иностранцу. Может ли сам иностранец проверить подлинность РВП? Что делать, если документ оказался фальшивым? Узнаете в нашем новом видео. Для того, чтобы иностранцу на легальных основаниях находиться и работать в России, оформляется разрешение на временное проживание или РВП. РВП небесрочно, как правило, оформляется на 3 года. Продление РВП законодательством не предусмотрено, ведь разрешение является временным, а дальше иностранец должен либо получить вид на жительство, либо вернуться на родину. По какой причине РВП может быть недействительным? РВП предоставляется иностранцу в пределах так называемой квоты. Как мы уже неоднократно освещали в наших видеороликах, квоты ежегодно устанавливаются правительством РФ и на протяжении нескольких лет имеют аденцию к сокращению. Вместе с тем число иностранцев, желающих получить РВП, растет с одновременным сокращением квот. При этом получение разрешения на временное проживание – затяжной по времени процесс, и чаще всего иностранцы обращаются за услугом к сторонним компаниям. Данная услуга востребована и на рынке немало недобросовестных исполнителей, которые, невзирая на отсутствие квот в конкретном субъекте, обещают человеку оформление заветного документа. По общему правилу, если срок выдачи РВП истекает, то иностранец должен за полгода до его истечения позаботиться о подаче документов для оформления ВНЖ. Процесс оформления РВП отнимает время и силы. Приходится собирать документы и ходить по разным инстанциям. Компания «Роско» возьмет на себя всю бюрократическую рутину. Доверив работу нашим специалистам, вы можете быть спокойны за результат, ведь она будет подготовлена в соответствии с требованиями законодательства. Все контактные данные вы можете найти на нашем сайте или написать в комментарии к этому видео. Как иностранцу проверить подлинность РВП? Проверить подлинность выданного РВП могут не только работодатели, но и иностранцы. Особенно это важно сделать перед трудоустройством на работу либо перед оформлением ВНЖ и российского гражданства. Как мы уже отмечали, поддельные РВП выдают иностранцу посреднические компании, которые сами нелегально осуществляют предпринимательскую деятельность. Основным поводом для обращения в подобные фирмы являются низкие расценки на оказание услуги. Если иностранец сомневается в подлинности полученного РВП, то проверку лучше осуществлять по горячим следам. Для этого нужно лично обращаться с заявлением в МВД по вопросам миграции либо онлайн на официальном сайте МВД РФ. При личном посещении МВД иностранец должен написать заявление на имя начальника миграционного отдела МВД о проверке и иметь при себе паспорт. Сотрудник миграционного отдела проверяет по своей базе информацию о выдаче РВП. Для этого понадобится серийный номер РВП и данные паспорта иностранца. Срок рассмотрения обращения – 10 рабочих дней. По его итогам выдается справка, подтверждающая подлинность документа либо отсутствие действительности РВП. В том случае, если иностранец подавал весь пакет документов для оформления РВП и у него отсутствует сомнение в его поддельности, необходимо подать жалобу в МВД. Онлайн-обращение работает не во всех регионах. Узнать о том, можно ли отправить заявление онлайн, можно обратившись к сайту регионального управления по вопросам миграции. Для онлайн-обращения иностранцу необходимо выполнить следующие действия. Зайти на официальный сайт МВД, выбрать раздел «Информационные сервисы», нажать на кнопку «В зависимости от сайта регионального МВД» может быть проверка готовности разрешения на временное проживание. То есть, отдельного пункта, касающегося проверки на подлинность РВП, может не быть. Какое наказание грозит иностранцу за поддельное РВП? В том случае, если обнаружится, что у иностранца фальшивое РВП, то нарушителя могут привлечь к административной ответственности или даже к уголовной. Административный штраф составляет от 2 до 5 тысяч рублей. А если иностранец получил разрешение на работу, то оно будет аннулировано. Как не допустить оформление фальшивого РВП? Как говорится в известной пословице «скупой платит дважды». Обращаясь в сомнительные компании и, используя в дальнейшем фальшивое РВП, иностранец рискует раз и навсегда покинуть территорию России. Как правило, в таких компаниях с иностранцем не заключают никакого договора, а деньги за услуги принимают, минуя кассовый аппарат. Если подделка выявляется сразу же, то иностранец может отделаться административным штрафом, и ему нужно снова платить деньги за получение РВП. В том случае, если фальшивое РВП будет выявлено гораздо позже, например, при проведении проверки, то в отношении иностранца может быть возбуждено уголовное дело, и все сведения о нем будут размещены в единой информационной базе МВД. В отношении иностранца может быть принято решение о запрете въезда в Россию. С вами был Кирилл Тен. Остались вопросы? Пишите их в комментарии под видео, и юристы компании Роско с удовольствием вам ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации, не только для бизнеса, но и для себя лично. Будьте в курсе, будьте с Роско!